Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу IPLA. Binance расширяет поддержку XRP и, соответственно, добавила новую торговую пару XFD USD. Ну, соответственно, BUSD они отменяют, они решили запустить новый стейблкоин. Я не знаю, в чем прикол. Видимо, они решили от самой биржи Binance, так как у нас не официально прям Binance владела BUSD, а это у нас Paxos, эмитентом являлся. Вот, и открывается для торгов 7 сентября 8 по UTC, то есть это примерно плюс 3 часа на киевское время, это где-то 11 утра, имейте в виду. То есть, и потом, соответственно, FDUSD теперь 11 по величине стейблкоин. И, соответственно, у нас Binance предоставляет новые торговые пары, в том числе к разным криптовалютам. Ну, и, соответственно, у нас будет замена. Не знаю, я бы не заходил бы в этот стейбл, пока что он цароват, нужно иметь в виду. И, соответственно, из BUSD тоже выходил бы, так как они заканчивают его поддержку уже в феврале 24-го года. Остается USDT, USDC, да, и алгоритмические, поэтому не лез бы. Ну, и, в принципе, остается либо USD, цифровой доллар, ну, к примеру, есть на таких платформах, как там PerfectMoney, PR, да, вот, либо, соответственно, бумажный доллар. Ну, вот так вот остается. То есть, диверсификация не особо большая, ну, что поделать. Вот, Binance предлагает 14 там пар, также TUSD есть, ну, TUSD, я не знаю, кто использует там, единицы людей. Вот, SBI у нас подтверждает также использование XRP для международных денежных переводов. Ну, и, получается, подразделение SBI Япония специализируется на капиталютах, объявило о своем стратегическом шаге к революционному изменению международных услуг и переводов. Ну, у меня такое ощущение, они эти новости по кругу просто выпускают, потому что они сотрудничают уже там чуть ли не с 2018 года, насколько я помню. Вот, и, как видим, вот такая вот у нас схема взаимодействия, также у нас тут, я так понимаю, это у нас Чехия, потом, также здесь у нас, по-моему, не, это не Турция, это, по-моему, Китай, а, не, Вьетнам, свои, путаем, там, похожие флаги, вот, Япония у нас и, соответственно, вот здесь Индонезия. Вот, поэтому, в принципе, используя XRP в качестве промежуточной валюты, можно снизить стоимость предварительного финансирования ценовых расчетов, да, потом верю, что это поведет к усилению конкретноспособности в данной сфере. Далее, получается, у нас платформа криптоданных Sentiment запускает метрики XRP и XRP Ledger, новые бесплатные метрики теперь доступны на сайте и гордятся тем, что являются одним из наиболее полных источников данных в мире для XRP и XRP Ledger, включая несколько ключевых сетевых данных, социальных и связанных с разработкой показателей, которые используются Apple. Ну, и будут ли услуги бесплатными или платными, ну, я думаю, в процессе может добавить платные услуги, пока что говорят, что есть три подписки, это FI, свободно, PRO и PRO+, А, ну, в принципе, уже понятно. Вот, потом XRP формирует паттерн, у нас чашка с ручкой на месячном графике, готовясь к росту до 34 долларов. Вот такой вот у нас паттерн и, в принципе, нам рассказывают, что, наверное, повторяется история 2018 года, естественно, плюс еще там 21 год, ну и, соответственно, у нас говорят, что восстановил свои позиции там до максимума 1.25 долларов, ну, а потом упал ниже, ну и нацелен на 3.4 доллара. Я не знаю, с чем это связано, но вот они говорят, что, типа, это у нас потребует роста на 6-700 процентов, хотя это может показаться сложной задачей. Рынок капиталют имеет историю значительных скачков цен. Вот, потом, соответственно, у нас аналитик прогнозирует падение XRP до 28 центов, а затем рост до 1 доллара. Ну, до 1 доллара, я уже говорил, это, скорее всего, на бычьем рынке, устанавливает точки входа на месячных, недельных и единых графиках. Ну и, говорят, что у нас XRP вырос больше всего по сравнению с конкурирующими монетами, с большей капитализацией. Если вы посмотрите на закрытие свечей за последние 2 месяца, они внезапно подскочили наверх вместе с новостями о судебном иске из-за созданного его диапазона движения. Ну, в принципе, это Бейтси Вейка было, то, что там победа в суде, да, месячный график, ну и, в принципе, говоря, что отмечает, продемонстрировал значительный рост по сравнению с другими монетами, ну и, в принципе, настроен для спекуляции. Ну, сейчас заходить рановато, я считаю, посмотрю сейчас на графики, еще покажу. XRP у нас упал на 26% в августе, вот как показали себя там биткоин, эфиры, ада и доги. Ну и, в принципе, XRP не смог сохранить свой рост, да, и в августе упал более чем на 25%. Биткоин у нас торгуется, упал на 11,26%, потом, соответственно, XRP к биткоину упал на 18% почти, эфиры у нас показал, получается, представляет лучший результат, чем падение XRP на 26%, упал тоже на 11%, ну, вслед за битком, да. Когда она у нас упала на 17%, доги коин на 18%, и годовая прибыль, у нас, получается, рост составил там 50%, и если, ну, посчитать суммарно, хотя он давал 2x, вот. Вот, сообщество XRP оценивает возможность достижения XRP в 10 долларов, ну, и, в принципе, по мнению аналитика, говорит, что, типа, вот, обоснование 17-го года, ну, блядь, ну, одно и то же. 21-й, 17-й год, и, типа, вот, у нас видят, что 90% считают, что 10 долларов будут абсолютным максимумом по причинам, которые мы в основном понимаем, поэтому давление продавцов при цене в 5 долларов будет сумасшедшим. Ну, опять же-таки, посмотрим, это уже вероятнее всего на бычьем рынке, как я и говорил. Известный управляющий у нас с капиталом считает, что Apple будет таким же большим, как Amazon, Google, Apple, и это вполне возможно, когда его примут уже в качестве CBDC, ну, его и так уже принимают, понятное дело. Ну, когда уже объявят на бычке, когда многие люди допрут, что это тренд, да, ну, тогда уже будет поздновато. Ну, и, в принципе, монеты, какие в топ CBDC криптовалют, я, наверное, обновлю, там некоторые добавились, такие, как Avalanche и Solana, расскажу по рискам, что они из себя представляют, и стоит ли их брать, по каким отметкам и так далее. Если интересен данный топ криптовалют CBDC, да, то напишите в комментах, у меня уже один такой ролик есть, получается, их было 7, насколько я помню, монеты, их стало теперь 9, поэтому жду обратной связи в комментах, если эта тема интересна. Я очень надеюсь, что Apple Labs со своим токеном станет такой же большой, как Amazon и Google, и слишком большой, чтобы SEC могла с ней бороться. Ну, и Thompson говорит, что может стать такой же крупной компанией, и говорит, что, типа, не является ценной бумагой, ну, и, в принципе, одной из основных проблем является, типа, суд SEC, основной проблемой является то, что медвежка, вот и все. У нас говорят, что Apple Labs, это европейский какой-то талант, расширяет свою университетскую исследовательскую инициативу на 4 европейских университета, инвестировав более 11 миллионов долларов в развитие образования и исследования в области блокчейна. Вот, регуляторные препятствия у нас остаются, ну, и академический подход Apple, запущенная у нас UBRI от Apple, представляет собой совместную программу, которая сотрудничает с мировыми университетами для продвижения исследований, технических разработок и инноваций в области технологий блокчейн, криптовалюты и цифровых платежей. Вот, потом, соответственно, рынок криптовалют в упадке, XRP падает до критического уровня, будет ли XRP у нас падать, ну, в принципе, упал до 50 центов, если не удерживает, то, в принципе, может падать у нас до, вплоть, получается, там, я думаю, 30 центов. Ну, давайте на графике покажу, потому что вот эти прогнозы, это такое смешно. Волатильность, кстати, на битке также у нас остается низкая, я бы ожидал бы, конечно, в идеале, чтобы это было движение вниз при такой волатильности, но посмотрим, то есть большинство могут сейчас тоже лонги понабирать. По поводу фрактальщики, да, у нас есть накопление, но, вероятнее всего, скорее всего, будут брить шарты, что-то мне подсказывает чуйка, ну, а там уже посмотрим. В идеале, конечно же, сбрить лонги, вот это финально, потому что люди думали, что это дно, но снизу постучали, и мы упали еще ниже, да, вот, но пока фрактал, как мы видим, не особо отрабатывает. У нас наблюдается консолидация, то есть киты, видно, что-то здесь копят объемы. Вот, по Stellar, в принципе, аналогичная ситуация, но здесь более, кстати, какая-то шартовая модель, но посмотрим, что будет в дальнейшем. По поводу того же Ашбара и Соланы, да, и Авакса, раз я их упомянул, по поводу Ашбара, в принципе, отличная уже точка входа даже сейчас, я считаю, в долгосрок, то есть, в принципе, плюс-минус она у своего локального и глобального дна находится. По поводу Эвленча, то же самое, аналогично сейчас, тоже отличная точка входа, я считаю, монета уже упала, там, минус 90, там, с чем-то процентов, насколько я помню. Вот, что еще? Солана, ну, Солана высокий риск, вот Солану, кстати, я бы не лез бы, то, что локальная ХАИ плюс высокий риск, я думаю, она еще может провалиться и вот этот уровень укатать вообще запросто. Поэтому торопиться сейчас, что типа надо там срочно залетать в покупки, я так не считаю, потому что данная монета может еще провалиться вплоть до 14 долларов, может даже до 10, особенно если рынок будет падать. Поэтому посмотрим, то есть, да, тут имеется накопление, многие скажут, что даже сейчас, если она с текущих сходит на 200, это 10 иксов, да, но, опять же таки, я считаю, она может сходить еще ниже, ну, а там уже посмотрим. Ну, то есть, я Солану сейчас на ХАИ не хочу брать и наблюдаем за ситуацией, поэтому такие мысли, такие дела, всем удачи и всем пока. И хотел напомнить пару проектов, в котором мы сейчас участвуем от Legends Group, это у нас проект по автодропам, платите за подписку 99 долларов, ну, соответственно, я уже рассказывал в предыдущих роликах, есть обзор на канале, посмотрите, если кому интересно, ссылки есть в описании. Поэтому зарабатываем здесь USDT и ждем десятки, а то и сотни иксов на выходе спустя полгода-год. Напоминаю, тема сверхвысокоисковая, если хотите зарабатывать, то, соответственно, переходите по ссылкам в описании, есть также чат у нас, и там мы все это обсуждаем. Поэтому всем удачи и всем пока.